Поделились опытом. Руководители общественной организации Ассоциации родителей детей инвалидов Свет, супруги Любовь и Юрий Кац, презентовали новую книгу. В ней подробно рассказывается о так называемом сопровождающем проживании для инвалидов. Это когда уже взрослые люди с ограниченными возможностями живут в отдельной квартире. Сами ведут хозяйство, готовят, убирают, ходят в магазины. Специалисты, конечно, за ними присматривают, но помогают лишь в крайнем случае. Человек остался один, то надо оказать ему помощь. Есть только один путь в психонерологический интернат. Мы предлагаем другой путь. У нас идут письма с просьбой выслать книгу со всех регионов России. Потому что этот пока опыт, кроме нас и Пскова, в городских условиях таких квартир никто не сделал. В книге подробно описано, как создать такую квартиру. В том числе супруги Кац расписали юридическую сторону вопроса. Тираж – одна тысяча экземпляров. Квартира, в которой живут инвалиды во Владимире, пока одна. Появилась она в городе полтора года назад. Кроме нее есть еще две учебные. Там люди с ограниченными возможностями ведут хозяйство от нескольких дней до двух месяцев. Также супруги Кац предложили оплачивать труд опекунов недееспособных граждан из регионального бюджета. Депутаты поддержали эту идею, был принят закон. На сегодняшний день по этому закону получает около 100 человек. 98 человек. 98 человек не попали в психо-неурологический интернат. Над ними взяли возмездное опекуство. Люди им помогают жить, как они жили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!